В Башкортостане появился инновационный центр «Умникум» для дополнительных занятий студентов и школьников. Он объединил технологические секции, электронную библиотеку и современный концертный зал. Чему смогут научиться там дети и взрослые, узнали мои коллеги. Центр «Умникум» возвели за рекордные 14 месяцев. Под одной крышей разместились электронная библиотека, концертный зал и множество секций. Максим Бадулев, как и большинство мальчишек, обожает роботов. Но если его сверстники на трансформеров смотрят только в мультиках, то он собирает и программирует их сам. Трудно было собирать ноги всякие, подключать, программы составлять. А когда все строишь, это удовольствие, это легко. Культурно-образовательный центр «Умникум» для России – проект инновационный. Сейчас в стране запланировано строительство 30 подобных объектов. В Бирске центр появился одним из первых. Его презентовали в рамках второго республиканского совещания по культуре, на котором присутствовал глава региона. Студент Ленар Хамитов признался, что раньше редко ходил в библиотеки и не особо интересовался культурой. Юношу всегда привлекали технологии. Но когда в городе появился центр, объединяющий секции 3D-моделирования, робототехники, студии звукозаписей и анимаций, то сюда потянулись все его сверстники. То, что я могу пройти на лекциях, прохожу, и могу реализовать здесь, в лаборатории. Традиционными кружками и занятиями молодежь уже не увлечешь, поэтому чиновникам пришлось задуматься о переформатировании привычных клубов. Через игру завлечь ребенка, придать ему необходимые компетенции, если он сегодня научится работать на маленьком станке, на учебном станке, с чиновным программным обеспечением, завтра, придя на завод, станок будет просто большего размера, он обрабатывает большую деталь, но чиновое программное обеспечение то же самое. Новый центр будет интересен и взрослым жителям города. Придя в Умникум, они смогут посетить концертный зал, оснащенный по последнему слову техники, и электронную библиотеку с самыми полными фондами. Юлия Кутси, Си-ТВ, при содействии Башкирского спутникового телевидения.